Наружной рекламы на улицах Самары за последний год стало меньше в три раза. Большинство предпринимателей предпочитают рекламировать свои товары и услуги в интернете. Это и дешевле, и эффективнее, заявляет Алексей Жирухин. В бизнесе он порядка 20 лет. Успел попробовать свои силы в разных сферах. Сейчас владеет несколькими детскими игровыми центрами, проводят спортивные соревнования. Делиться от наружной рекламы отказался еще 4 года назад, когда реклама в интернете усиленно набирала обороты. Внешне реклама, по моему мнению, по моему опыту, показала неэффективность. Она очень дорогая, и все-таки люди все меньше и меньше начинают ее замечать. Можно сделать рекламу более таргетированной, в отличие от баннера, который устанавливается на улице. Через него проходит большее количество людей, но именно поймать своего клиента с помощью такого баннера намного тяжелее, чем, например, та же самая таргетированная реклама. Реклама в сети более адресная. При ее настройке предприниматели указывают критерии покупателя, на которого рассчитан продукт или услуга, его возраст, социальный статус, увлечение. Таким образом определяется необходимая целевая аудитория, потому и клиентов приходит больше, говорят эксперты. В этом определенные перспективы и прелесть онлайн-рекламы, потому что вы сможете дотянуться до клиента, пока он листает в соцсети или вбивает что-то в поисковик. И при грамотной настройке рекламной кампании вы можете быть уверены, что человека действительно заинтересует ваше предложение. Помимо адресности у такой рекламы есть еще один плюс. Она заметно дешевле наружной. Расценки начинаются от 5-10 тысяч рублей, тогда как аренда баннера в среднем обойдется в 30 тысяч рублей. Реклама на баннерах сейчас востребована только у крупных региональных и федеральных компаний. Мария Левина, Николай Епифанов, События.